В эфире радио ГТРК «Вятка» состоялась премьера новой программы «Смотритель маяка». Вместе с коллегами в радиостудии на прямом эфире побывала и наша съемочная группа. На 101,4 FM первый выпуск программы «Смотритель маяка». Меня зовут Глеб Бударин. Сегодня со мной в студии журналист Радио России Марина Козырева. Марина, привет. Добрый вечер. Первым гостем новой программы стала Юлия Батурина, главный режиссер театра «На Спаской». Разговор шел и о новых постановках, и о творческом пути актрисы и режиссера. Кстати, радиослушатели, правильно ответившие на вопрос о любимом фильме Юлии, получили билеты на премьеру спектакля «Господа Головлёвы». Программа выходит в прямом эфире и позвонить может любой. Вы уже год в Кирове. Как вам наш город и насколько легко вы злились в творческий коллектив театра «На Спаской»? В мои 45 лет не только творчески изменился мой путь из Урала, да, из Екатеринбурга в город Киров, такой мягкий, добрый, хороший город. Ну и какие-то личные обстоятельства, которые заставили меня задуматься, заставили меня по-другому посмотреть мир, на мир, на себя, на самое себя. По поводу работы в театре все не так просто, достаточно сложно, но терпимо. Никто не говорил, что будет легко. После программы Юлия Батурина поделилась своими впечатлениями об эфире. 45 минут не хватило, планировала еще рассказать интересные байки о театре. А волнения совсем не было. Я очень волнуюсь, когда спектакль идет премьерный, я там за кулисой, до инфарктного состояния доходит на таблетках. А вот как-то в эфире, не знаю, мне было приятно разговаривать с людьми. Вообще, то, что вот такая первая радио, для меня радио всегда отмечает на радио, поэтому это тоже моя часть жизни какая-то была в свое время. И я поздравляю всех, то, что в Кирове открылась новая программа. Напомним, программа «Смотритель маяка» выходит в эфир по пятницам в 17.10. В течение недели на автоответчик по номеру 64 49 64 можно оставлять вопросы для героев будущих передач, а также предлагать свои темы и своих гостей. Одним из следующих станет Антон Касанов, автор проекта «Пешком по вятке». Валентина Палкина, Владимир Подлевских, Вести, Киров.